Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости. В студии вас приветствую я, Светлана Теплухина. И вот о чем мы с моими коллегами расскажем вам сегодня. Защита от разведки. В Заречном открылось сразу несколько народных мастерских, в которых горожане плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Это важная и нужная вещь в зоне боевых действий. Помогает не только сохранить технику, но и самое главное – это жизнь бойцам. Ты с музыкой этой рождался мой город. Стартовал одноименный творческий фестиваль-конкурс, посвященный 65-летию Заречного. В этом году фестиваль необычный. Он не только песенный фестиваль, мы также включили номинации поэзия. Дорога к храму. Меценаты и прихожане пожертвовали на строительство главной православной церкви Заречного 55 миллионов рублей. Несмотря на то, что еще храм не завершен в своей отделке, он имеет уже свои колокола и полностью собрана колокольня. И это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска. Все подробности этих и других событий далее. Зареченцам предлагают воспеть свой родной город в поэтических строках и музыкальных произведениях. В год 65-летия Заречного Дворец культуры «Современник» проводит городской фестиваль-конкурс песни и поэзии «Ты с музыкой этой рождался мой город». К участию приглашаются поэты и певцы практически любого возраста. Все подробности выяснила Ксения Тризна. Солистов, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, кавер-группы и целые хоры с нетерпением ждут организаторы фестиваля конкурса песни и поэзии «Ты с музыкой этой рождался мой город». Творческий марафон приурочен к 65-летию Заречного. Фестиваль посвящен городу Заречному, но не только нашему городу, а также Пенсинской области и всей России. В этом году фестиваль необычный, он не только песенный фестиваль, мы также включили номинации поэзии. Все желающие могут выразить свою любовь к малой родине и всей стране в поэтических строках. Главное условие – это должны быть новые произведения, которые нигде ранее не публиковались. А вокалисты могут выступить на сцене как с уже известной композицией, так и с авторской песней, созданной специально для фестиваля. Если кто-то пишет песни, посвящает нашему городу, России и Пенсинской области, также мы милости просим принять участие в нашем фестивале, который состоится 11 и 12 марта. Стать участниками фестиваля конкурса «Ты с музыкой этой рождался мой город» могут взрослые и дети, опытные артисты и начинающие исполнители. Вся информация о том, как присоединиться к творческому марафону, опубликована в официальной группе Дворца культуры «Современник» ВКонтакте. Прием заявок продлится до 1 марта. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Зареченцы могут помочь областному центру завоевать звание самого узнаваемого и привлекательного города страны. Голосование за населенные пункты проходит в рамках всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор». В разные годы победителями становились Владивосток, Ставрополь, Смоленск, Чебоксары, Владикавказ, Магаз, Севастополь. В 2017 году рейтинг возглавила Пенза. В этом году звание города, обладающего неповторимым историческим и культурным наследием, оспаривают 87 административных центров. Пенза пока занимает 17-ю строчку рейтинга. Повлиять на результат может каждый житель региона. Для этого нужно проголосовать на сайте конкурса «Город России. Национальный выбор». В Заречном открылось сразу несколько народных мастерских, в которых горожане плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Школьники, работники городских учреждений и предприятий, пожилые горожане в свободное время изготавливают специальные укрытия для военной техники и бойцов. За процессом наблюдали мои коллеги. 10 на 6,5 метров – это пока самая большая маскировочная сеть, которую изготовили зареченцы для военнослужащих в зоне СВО. Камуфляжное полотно сделали сотрудники единого расчетно-кассового центра. Они обучились приемам плетения специальных укрытий для военной техники, нашли необходимые материалы. Идея возникла у нашего директора, нашего руководителя. Она нас сподвигла на это дело. Мы все прекрасно понимаем, что это нужное дело. Девочки из Кузнецка прислали нам видео, какие-то приемы плетения сетей. Мы посмотрели, попробовали. Получилось. В основе маскировочного укрытия – обычная рыболовная сеть. На нее по особой технологии прикрепляются цветные лоскутки из непромокаемой и негорючей ткани. Сотрудники единого расчетно-кассового центра поделились своими навыками с представителями городского совета ветеранов. Бабушки и дедушки стали активными участниками процесса. Нам не пришлось ни вовлекать, ни привлекать. Просто сказали «надо». И в первый же день пришло 60 человек. Это была пятница. К 14.00 мы пригласили 20 человек. Сеть стояла одна. Проводить маселк раз было невозможно. И я приняла решение разделить людей по группам. Причем начали уже приходить в субботу. Уже без всякого графика. И субботы, и воскресенье мы работали. До восьми вечера и люди шли и шли. Члены городского совета ветеранов плетут маскировочные военные сети в молодежно-досуговом центре «Ровесник». Работают в группах по 11 человек. Неравнодушным бабушкам и дедушкам помогают сотрудники городских предприятий, которые приходят в мастерскую после работы. И с каждым днем количество единомышленников растет. Это важная и нужная вещь в зоне боевых действий. Помогает не только сохранить технику, но и самое главное – это жизнь бойцам. Сразу была организована работа по плетению маскировочных сетей «Единой России» и со своими партийцами присоединилась к этому движению. Мы пообщались с участниками группы «Пенза своих не бросает». Узнали, что у них очень много заказов. И поняли, что вместе наши совместные усилия принесут гораздо больше пользы. По инициативе секретаря Зареченского местного отделения партии «Единая Россия» Олега Калиманова, учреждениям образования было предложено организовать плетение маскировочных сетей в рамках программы патриотического воспитания. Идею быстро подхватили во Дворце творчества детей и молодежи в Центре образования и профессиональной ориентации и в школе номер 226. Берем ленточку, ищем свободное место, например, где серый и черный. И берем вот такую дырочку и завязываем вот такой вот узелок. И получается вот так вот. Учащиеся школы номер 226 занимаются плетением маскировочных сетей во внеурочное время. Ребятам помогают педагоги и родители. Было много сомнений, осможем ли мы, оселим ли быть желанию детей. Но вот первый классный час, который произошел в четвертом Б-классе, почему-то сразу откликнулись те, на кого и не рассчитывали учащиеся начальной школы. Я не успела еще дойти до кабинета, как меня догнали два парнишки, говорят, а мы бы хотели сразу же приступить. Особую помощь участникам акции по плетению маскировочных сетей оказал городской комбинат благоустройства. Работники муниципального предприятия изготовили специальные стойки, на которые прикрепляется основа будущего камуфляжного полотна. С приобретением материала для изготовления цветных лоскутков помогли предприниматели. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Пожилой зареченец, пытаясь сохранить свои средства, по настоянию якобы сотрудника Центробанка в течение пяти дней перечислил мошенникам почти миллион рублей. По такой же схеме другой зареченец лишился почти двух с половиной миллионов рублей. По указаниям злоумышленников он установил на смартфон приложение для бесконтактной оплаты, снял деньги со своих счетов и перечислил их на счета, которые диктовали мошенники. По этим фактам ведутся расследования. А вот лжепродавца искусственной елки, который перед самым Новым годом обманул доверчивую зареченку, получил от нее деньги, но новогодний атрибут так и не доставил, удалось установить. Заявления от зареченцев, ставших жертвами мошенников, поступают в отдел полиции каждую неделю. Горожане продолжают попадаться на уловки злоумышленников, действующих и по телефону, и в соцсетях, и на интернет-сайтах. Есть ли способы, с помощью которых можно обезопасить себя от злоумышленников? Как вести разговор с незнакомцем, представляющимся работником банка или спецслужб? И надо ли вообще поддерживать такую беседу? Ответы на эти и другие актуальные вопросы даст заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела МВД России Пазата-Заречной Евгений Буянов. Встреча в студии сразу после основного информационного блока, ну а пока к другим темам. Иерей Виктор Сторожев, настоятель Воскресенского молитвенного дома, храмов Лазаря Четверодневного и преподобного Серафима Саровского, встретился с представителями зареченских средств массовой информации. Иерей Виктор Сторожев начал свою службу в закрытом городе в 2019 году. Благочинный Никольского городского округа, в который входит и Заречный, рассказал журналистам о том, что удалось сделать за неполных 4 года и поделился планами на будущее. Купола и кресты храма преподобного Серафима Саровского возвышаются над макушками вековых елей. Его строительство началось в 2010-м, и только за последние 4 года здание заметно выросло вверх. Благочинный Никольского городского округа поделился основными, значимыми итогами работы за последние 12 месяцев. Иерей Виктор Сторожев провел встречу с представителями городских средств массовой информации. Основная тема – строительство храма на улице Заречной. Мы, несмотря на то, что еще храм не завершен в своем, не то что строительстве, а в своей отделке, он имеет уже свои колокола и полностью, то есть собрана колокольня. Даже еще храм сам не построился, а у нас уже колокола были, мы осветили и уже установили. Мы одновременно с этими колоколами смогли осветить сразу и кресты для нашего храма и купола. Строительство храма ведется на пожертвования горожан и меценатов. Большую помощь в общем деле оказывают муниципальные и частные предприятия – предприниматели. Если говорить о жителях города Заречной, то где-то за год было собрано чуть больше полмиллиона. Это мы если говорим про городские кружки. Если мы говорим о таких целевых пожертвованиях, которые приносили физлица, юрлица, то это больше 50 миллионов. То есть благодаря вот этой сумме, собственно, сегодня и стоит храм. На сегодняшний день на храм потрачено 55 миллионов. Это вот с учетом того, что у нас уже больше половины иконостаса оплачено с написанными иконами. Закуплена центральная люстра, так называемая паникодила. Ну и еще некоторые убранства. По словам Иерея Виктора Сторожева, с каждым годом в Заречном растет интерес подрастающего поколения к изучению православных традиций. Воскресную школу посещают более 60 юных горожан. Развивается и молодежная православная община. Больше 50 человек в этой общине находятся. Это тот костяк, к которому ты можешь сказать, нужно собраться, и они соберутся. Но мы понимаем, что кроме вот этого костяка есть еще и те люди, которые просто, молодежь, которые ходят в храм. Но если говорить о вот этой православной молодежи нашей, то сегодня это такая многосторонняя действительная деятельность. Это как и миссионерство, то есть просвещение молодежи в плане церковном. Это и катехизация, то есть воцерковление и самих себя, и, так сказать, окружающих. И сегодня вот наша молодежь очень сильно окунулась в социальную деятельность. Православная молодежная община Заречного активно занимается благотворительной деятельностью. Участники сообщества посещают детские дома Пензенской области, где радуют малышей и подростков подарками и вниманием. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о спортивных событиях. Зареченские лыжники приняли участие в третьем этапе Кубка Пензенской области по лыжным гонкам. На лыжню вышли более 300 спортсменов. Команды из Пензы, Никольска, Каменки, Кузнецка, Заречного, Неверкино, Нижнего Ломова, а также Белинского, Бессоновского, Кузнецкого и Калышлейского районов. Зареченскую комплексную спортивную школу Олимпийского резерва представили 7 воспитанников тренеров Виктора и Ольги Кириллиных. В возрастной категории мужчина на дистанции 10 километров свободным стилем первенствовал Павел Ермаков. Он же завоевал золото и на дистанции 30 километров классическим стилем. В шаге от пьедестала остановились еще трое наших спортсменов. Анастасия Андрюшечкина в категории юниорки заняла четвертое место на дистанциях 5 километров свободным стилем и 10 километров классическим стилем. Анастасия Малышкина на этих же дистанциях финишировала четвертой среди девушек 2005-2006 годов рождения. Руслан Орлов в категории юниора с четвертым результатом преодолел 30 километров классическим стилем. Четыре медали завоевали зареченские легкоатлеты на первенстве области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Состязания состоялись на базе Пензенского училища Олимпийского резерва. В Заречной представили 15 воспитанников спортивной школы. Бронзовую награду в беге на 1500 метров завоевал Вадим Грошев. В забеге на 60 метров второе место занял Кирилл Блохин. Золото у Карины Митрофановой, показавшей лучший результат на дистанции 3 километра. В забеге на 800 метров не было равных Юрию Митрошину. В Заречном состоится второй тур полуфинального раунда первенства России среди команд детско-юношеской баскетбольной лиги. Игры пройдут с 10 по 15 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». За победу в этом туре поборются шесть команд. Представители Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Новосибирска, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Заречного. Наш город представит команда «Союз». Первая игра в рамках турнира состоится 10 февраля в 14 часов. На площадку выйдут баскетболисты из Великого Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа. В этот же день Зареченская команда «Союз» встретится с представителями Томской области сборной «Универсал ЦСП». Начало матча в 18.30. Как не стать жертвами злоумышленников, как не поддаться на уловки мошенников и как сохранить собственные средства? Ответы на эти актуальные вопросы даст наш гость сразу после рекламы. Жилой комплекс «Европейский» – это квартиры в тихом благоустроенном районе с индивидуальным отоплением в надежных домах из кирпича. Просторные детские площадки, зоны для занятия спортом, парковка по периметру, квартиры в четырех вариантах отделки, 3D-дизайн в подарок, рассрочка от застройщика до конца строительства, а также различные ипотечные программы от банков-партнеров, в том числе ипотека с господдержкой. Звоните 23 11 11. Хочешь дом на век? Выбирай «Градек». Специализированный застройщик «Градек». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф Успокоился, Мишка. Поворот лежит. Может, ранил, а? Я ее на глаза затревал. А ты приезжай, солдати, к нам, в Антонева. У меня дочка выросла. Невестой тебе будет. И деревня-то у нас, она чистая, веселая. А знаешь, кто это? Это мои нерожденные дети плачут. К свету просятся. Положи автомат на землю. День российской науки в Росатоме. Строительство исследовательского реактора МБИР. Сварка главного циркуляционного трубопровода на Бенгальск АЭС Рубпур. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале Заречная продолжаются. У нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции Евгения Буянова. Добрый вечер, Евгений Александрович. Здравствуйте. Итак, Евгений Александрович, наступил Новый год. И прошел уже целый месяц Нового года. И этот месяц, к сожалению, тоже, наверное, принес неутешительную статистику в плане обмана доверчивых граждан мошенниками. Да, безусловно, случаи мошенничества были зарегистрированы на территории обслуживания нашего отдела. Ну, что хочется отметить, что по сравнению с январем прошлого года наблюдаем некоторые снижения случаев мошенничества. Если у нас в январе 2022 года было зарегистрировано 10 сообщений о мошенничестве, то за январь этого года всего 4. То есть мы видим, что граждане стали наиболее грамотными, благодаря, может быть, и нам, и вашим передачам. Более внимательными и более бдительными. Но, тем не менее, все-таки такие случаи есть. Вот на какие уловки поддаются? Давайте проиллюстрируем, что это за случай. Значит, хотелось бы отмечить, что за прошедшую неделю у нас зарегистрировано 3 случая мошенничества. То есть 1 числа к нам обратился гражданин. Пояснилось, что 22 января в сети интернет на сайте обнаружил объявление о продаже сигарет. Ну, то есть в сумме 103 рубля 40 копеек за одну пачку. Связавшись в мессенджере WhatsApp с продавцом, он договорился о покупке трех блоков сигарет на общую сумму 3602 рубля. Перечислил, значит, денежные средства, после чего продавец перестал выходить на связь и заблокировал свою страницу в интернете. 3 числа, значит, обратился гражданин, пояснил, что 9 числа не установил лицо, находясь в неустановленном месте, путем подачи заявки в сети интернет, используя его персональные данные, оформил микрозайм в сумме 5000 рублей. 4 числа обратился к нам гражданин, пенсионер нашего города, то же, что в обеденное время в мессенджере WhatsApp на его абонентский номер позвонил неизвестный, представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, сообщил, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит, в связи с чем ему необходимо снять со счета денежные средства и перевести их на безопасный счет. После чего заявитель, следуя указаниям неизвестного посредством банковатов Альфа-банка, Паузбербанк, перечислил в неизвестном 96 815 рублей. Ну и самый такой, скажем, случай крупного перевода денежных средств, это 29 января к нам обратился гражданин. Также в обеденное время на его мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности Центрального банка, также сообщил, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит. То есть после чего предложил также перевести денежные средства, имеющиеся у заявителя на безопасный счет, чем, собственно, заявитель воспользовался и перевел 2 млн 386 тыс. рублей. То есть вот такой разброс от 3 тысяч не брезгует и такими суммами, и уже более миллионов. Да, совершенно верно. Более 2 млн. В каждом таком случае, наверное, достаточно сложно установить, собственно говоря, кто виновник и откуда поступали такие звонки. Да, очень сложно, потому что денежные средства не остаются на одном счету, они буквально по нескольким счетам перебрасываются, перечисляются с одного на другой. Зачастую денежные средства уходят за границу. То есть оттуда уже запросы к нам не поступают. Вот насколько, скажем так, каким образом объясняют потом граждане, которые попались на уловки мошенников, почему они все-таки согласились на такие, казалось бы, сомнительные действия, о которых мы неоднократно уже говорили, что, в общем-то, это достаточно даже странно, да, чтобы защитить деньги от одного посягательства, нужно взять кредит и положить его куда-то там еще. Ну, вот знаете, при беседе с гражданами что-то внятно они пояснить не могут, как это произошло. Ну, по моему мнению, что обычно человеческая невнимательность и беспечность, то есть все считают лишь, что может произойти с кем угодно, только не с ним. Что они все знают, защищены, вооружены формацией до зубов, и с ними этого произойти не может. И не готовы просто к этой ситуации. И когда она наступает, у них как-то включается то ли паника, то ли растерянность, и идут на поводу злоумышленников. Причем даже, вот, скажем так, зрелый возраст не гарантия того, что, вернее, зрелый и трудоспособный, скажем, возраст. То есть это и совсем молодые попадаются, и пожилые, и в то же время вот такие люди среднего возраста, которые, казалось бы, достаточно осторожны должны были быть, и подкованы в таком вопросе. По моему мнению, здесь должна быть просто элементарная внимательность, осведомленность, и не делать поспешных выводов, скоропалительных решений, а перевести, лишь бы перевести куда-то деньги, лишь бы быстрее что-то обезопасить. Люди не разбираются, то есть не задают вопросы, зачастую, а почему? А каким образом? А на какие счета? А что за счет? А как он обезопасен? То есть такие элементарные вопросы, которые нужно задавать, они задают. То есть ему говорят, давайте переведем. Человек соглашается, давайте переведем, естественно. Как с этого счета будут обратно деньги перечисляться на его счета? Каким образом? Никто не интересуется. Лишь бы перевести. То есть вы бы что порекомендовали в такой ситуации? Все-таки просто прерывать разговоры или все-таки попытаться как-то что-то установить, какие-то факты? Ну, я бы посоветовал прервать разговор, потому что никто из банковских работников, сотрудников банка никогда не будет консультировать по телефону. Вас попросят прибыть в ближайший офис банка с паспортом, где уже непосредственно сотрудник будет с вами общаться и разбираться, как, что произошло и искать пути решения. Ну и, соответственно, и прочие сотрудники, скажем, каких-то правоохранительных органов тоже не будут звонить и просить какие-то сведения? Совершенно верно, да. Пригласят вас либо в отдел полиции, если это сотрудник полиции, и там уже будут непосредственно по данной теме с вами беседовать. Евгений Александрович, вы упоминали уже в начале нашего разговора, что вы ведете работу по предотвращению подобных случаев. Вот в чем она заключается, такая профилактическая работа? Ну, принятое решение начальником отдела, у нас еженедельно организовывается рейд, когда весь отдел, у нас город разделен, скажем так, на части, и каждому сотруднику определенная часть этого города достается, где он проходит с памятками, с каждым жителем по квартирной беседует, доводит наиболее распространенные способы мошенничества, о чем с жильцами квартиры беседует, отдает им памяточки, ну и как-то пытается стабилизировать эту обстановку, на что нужно реагировать, на что не нужно реагировать. Ну и наиболее распространенные способы и методы. Ну и вот по вашему опыту, скажем так, удается хотя бы иногда все-таки раскрыть подобные преступления? Да, хоть они тяжело раскрываются, но были случаи у нас в отделе, когда граждан привозили, в командировки ездили оперативники, привозили граждан, фигурантов дела, злодеев, и преступления раскрываются. И какие-то, вот о самых распространенных вы сказали, но тем не менее, все-таки и мошенники тоже не стоят на месте, и тоже что-то придумывают, вот какие-то такие необычные, может быть, какие-то новые способы мошенничества уже какие-то появлялись, по вашему опыту? Ну, по крайней мере, в нашем городе пока нет, пока народ клюет на старые методы, они будут ими действовать. Пока о новых способах не могу мне ничего пояснить. Ну, будем надеяться, что и та информация, которую вот вы сегодня сообщили, и та, с которой приходят ваши сотрудники, она все-таки окажется полезной и кого-то остановит все-таки от необдуманных действий. Да, мы очень на это надеемся. Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции Евгений Александрович Буянов. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречные». Будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Google Play. Приложение «Автолига. Водитель». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова